всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия скоро уже закончится великий пост и совсем недолго осталось до пасхи так что я предлагаю вам подготовиться возможно удивить своих родных и близких и навязать вот такие вот милые подставочки для яиц здесь у меня настоящие яйца вставлены конечно же пока еще не крашеные до пасхи далеко вот а когда я буду вязать я буду примерять вот этим яичком которое оплетено бисером кстати у меня на канале вы также можете найти мастер-классы по вот этим пасхальным яйцам и я наверное оставлю для вас ссылочки на эти мастер-классы чтобы вы могли легко их найти и так для работы сегодня буду использовать полиэфирный шнур карамель baby это шнур 2 миллиметра длина 200 метров вес 150 грамм по составу 80 процентов полиэфир и 20 процентов камешлом приобрести такие шнуры можно в магазине пряжа центр рф я обязательно оставлю для вас ссылочку под этим видео и по промокоду 3086 вы можете получить в этом магазине скидку 10 процентов выбор оттенков магазине просто огромный обязательно переходите по ссылке посмотрите какие есть там цвета у меня вот в данный момент представлена лаванда это у нас прага это бургундий оливковый это пурпурный и я уже использовала для работы вельвет и тиффани для работы я использовала крючок 4 миллиметра для того чтобы заправить хвостики возможно вам понадобится крючок меньшего размера ну и конечно же зажигалка для того чтобы опалить края жгута и так начинаем вязать для начала мы должны сделать петлю амигуруми смотрите вокруг двух пальчиков обкрутили шнур тут придерживаем его вот у нас рабочая нить под петлю заводим крючок достаем рабочую ниточку снимаем вот это кольцо с пальчиков тут все придерживаем и провязываем эту петельку вот у нас получилась первая петля мы будем вязать с вами вот в это кольцо 12 столбиков с накидом поэтому сейчас я делаю еще одну петлю и у нас эти две петельки будут заменять первый столбик с накидом и так делаем накид вот так вот крючком обвели рабочую нить ныряем вместе с этим обвитием в петлю захватываем рабочую нить и вытаскиваем еще одну петельку то есть у нас с вами получилось на крючке три петли провязываем первые две осталось две петли на крючке и еще две петли вот получился вот такой столбик вот таких столбиков с накидом нам с вами нужно провязать 12 штук накид в петлю захватили провязали первые две и еще две еще один столбик получился снова накид в петлю провязали первые две еще две таким образом вяжутся столбики с накидом я бы вот подтянула немножко эту петельку чтобы мне удобнее было держать все вяжем 12 столбиков самостоятельно и так 12 столбиков провязана помните да что вот эти первые две у нас идут как за столбик считаются теперь я беру вот эту вот ниточку хвостик и тяну за него смотрите у нас петля затягивается и все столбики стали у нас в такой вот кружочек теперь смотрите вот у нас первые две дольки косички мы под них заводим крючок вытягиваем рабочую нить и продеваем эту же петлю в ту которая у нас была на крючке мы с вами сделали соединительный столбик так вяжем второй ряд второй ряд у нас будет состоять из столбиков без накида вот я сделала сейчас одну петлю провязала воздушную это у нас будет как первый столбик дальше следующие ведь две петли косички заводим крючок провязываем столбик без накида снова в этот же отверстие провязываем второй столбик без накида в следующую петлю мы будем провязывать один то есть мы чередуем один столбик 2 1 2 1 2 сюда мы завели крючок вытащили петлю провязали ведь у нас накида нету этот столбик получается короче тут один у нас дальше следующего мы должны провязать 2 и так чередуем то есть всего мы должны провязать 18 столбиков в этом ряду вяжем дальше самостоятельно и так я закончила этот ряд смотрите вот тут у меня провязаны две петли и начинала я то есть вот две петли тоже а начинала я с одной воздушной петли которая у нас идет за столбик вот за них мы зацепились вытянули петлю и точно также сделали соединительный столбик то есть его у нас сейчас 18 столбиков третий ряд у нас будет снова состоять из столбиков с накидом значит мы должны здесь сделать две петли подъема и третий ряд все столбики с накидом мы будем провязывать за заднюю стенку что такое задняя стенка вот они две петельки за которой мы вязали ранее в этом ряду мы с вами должны будут зацепиться вот за эту стеночку и так накид за заднюю стенку провязали первые две и вторые две точно так же мы будем чередовать один столбик и 2 то есть в эту петлю мы провязали два столбика в следующую петлю за заднюю стенку мы провяжем один столбик следующую петлю снова 2 и так далее вяжем до конца круга самостоятельно и так ряд провязан и мы видим что вот здесь у нас остались видите видны петли они нам сейчас пригодятся чуть позже теперь мы с вами делаем соединительный столбик как обычно и теперь смотрите что мы делаем вот у нас петля одну пропускаем вот в эту столбик с накидом 1 столбик с накидом в эту же петлю 2 столбик с накидом в эту же петлю 3 4 и 5 то есть мы с вами связали вот такой лепесток теперь снова пропустили петлю в следующую петлю делаем соединительный столбик то есть мы его не провязываем а эту же петлю протягиваем через ту которой на крючке вот у нас под получился первый лепесток снова пропустили петлю в следующую вяжем 5 столбиков с накидом 2 3 4 и 5 и снова пропустили петлю вот сюда делаем соединительный столбик все вот у нас два лепестка и такими лепестками нам с вами нужно обвязать все по кругу и так когда мы с вами закончим все лепесточки у нас получится вот такой цветочек сейчас нам нужно точно также сделать соединительный столбик возможно тут одного столбика вам не хватит это ничего страшного смотрите я завожу сюда крючок провязываю соединительную петлю и нам сейчас нужно прокраска вот к этим вот петелькам в принципе можно было бы здесь отрезать шнур спрятать хвостик и отсюда начать новым кусочком шнура но я не люблю резать материал вот поэтому вот такими соединительными столбиками я сейчас вот сюда подкрадываюсь так сказать вот и в итоге у нас получилось как будто бы мы цветочек сюда закругляется лепесток это теперь смотрите берем можно даже вот так вот немножечко согнуть в этом месте где у нас с вами оставлены вот эти стеночки да и вот за эти стенки мы вяжем столбики без накида то есть вот это первый столбик следующую смотрим стеночку вот она второй столбик и так провязываем столбиками без накида по кругу за все вот эти вторые оставленные стеночки они у нас передние были за задние вязали а передние мы оставляли все продолжаем вязать дальше и так провязали первый ряд и вот здесь вот в первый столбик который мы провязывали делаем соединение снова поднимаемся двумя воздушными петлями следующий ряд будем вязать столбики с накидом то есть в каждую петлю провязываем по одному столбику с накидом так довязали этот ряд смотрите у нас уже прям проявляется подставочка тут все очень хорошо тянется так что не переживайте яйцо у вас в любом случае должно будет влезть если вы будете вязать точно таким же шнуром и вот здесь мы снова делаем соединение так но вот этой высоты нам будет маловато я здесь провяжу еще один ряд столбиков без накида принципе вы можете здесь варьировать и вязать не столбики с накидом например несколько рядов столбиков без накида смотрите сами на какую высоту вам захочется поднять вот эту подставочку все провязываю этот ряд до конца и так закончила я очередной ряд вот так уже выглядит наша подставочка и чтобы вот эта верхушечка край смотрелось более завершённо сейчас я ну во первых сделаю соединительный столбик то есть помним да мы вытащили рабочую ниточку и протянули через петлю которая была на крючке и я предлагаю обвязать вот этот вот край такими же полустолбиками ну или соединительными столбиками вытащили сразу продели в петлю вытащили сразу продели в петлю вот таким образом видите край такой получается более толстенький и завершенный ведь косичка по краю пошла все довязываем до конца этот ряд и так а вязку я закончила расправляемся пока доставну эту петельку подальше чтоб она у нас не распустилась и примерю сюда вот этих лебедей вот смотрите как красиво они смотрятся вот такая вот красота все теперь нам осталось завершить вот эту петлю правильно чтобы было все красиво и спрятать хвостик и так я обрезаю конец ниточки при полю хвостики чтобы не распустились и смотрите что я здесь буду делать вот у меня была последняя петля я ниточку из этой петли вытаскиваю сюда наружу теперь я завожу крючок вот под эту петельку достаю хвостик и увожу сюда же откуда у нас выходит не но нам надо смотрите с изнаночной стороны достать лучше это сделать маленьким крючком будет удобнее вот то есть видите я в эту же петельку завела крючок но с изнаночной стороны и теперь вот эту нитку подхвачу и уведу ее на изнаночную сторону и у нас с вами будет красивая ровная косичка по краю а здесь мы сейчас спрячем этот хвостик также при помощи маленького крючка прячем надежно этот хвостик я уже не буду тратить ваше время и точно также вот этот вот начальный хвостик нити мы с вами можем спрятать вот в этих вот начальных столбиках который мы вязали с вами в первом ряду надежно увели и где-то возможно отрезали лишнее все расправляю здесь у нас все красиво можно еще эту подставочку подкварить и поселяю сюда лебедей вот и все вот такие подставочки у меня готовы в общем за вечер можно навязать их много много вяжутся такие подставки очень быстро это я вам просто в мастер-классе показывала как вязать столбик с накидом как без накида как соединительный столбик а на самом деле вяжется это все очень и очень быстро напоминаю что полиэфирные шнуры карамель baby вы можете приобрести в магазине пряжа центр рф и по промокоду 30 86 получить скидку целых 10 процентов ну что ж я надеюсь что вам понравились мои подставки для пасхальных яиц и у вас появилось желание связать такие кому-то в подарок или для того чтобы украсить свой пасхальный стол у меня на этом все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока встретимся в новых мастер-классах